доброго времени суток меня зовут сергей у меня рак онкология я вам поведаю сейчас свою историю маленечко сразу отвлекусь мне уже сделали операция операция выглядела в виде ампутации руки а рак я называю в единственном числе в настоящем числе потому что но все-таки чтобы победить рак надо прошло времени я считаю лет восемь если лет восемь пройдет я скажу что рак победил давайте еще маленечко отвлечемся почему я решил записать это видео периодически меня так на просторах интернета как правильно сказать обвиняли в рекламном блогерстве что за счет рекламы деньги забивают нет нет тут одна причина когда я узнал какой у меня диагноз поставили я решил на просторах интернета почитать чаш люди пишут хондросархом а ничего не пишет никто ничего не пишет никто ничего не говорит было там пару статей можно найти в одной статейки товарищ хохол с украины писал писал то что ему врачи на украине дают три месяца жизни не больше но то чудо в израиле его спасли а то что я забегу вперед что проходил 44 года из них два года знаю что диагноз у меня такой то я живой в общем это видео для того чтобы людям которых аналогичный диагноз сориентировались что делать на моем примере не брали конечно меня пример я многие вещи отступал при лечении рака но у меня была цель другая чуть чуточку поставлена два обо всем я расскажу давайте начнем с чего мне было 30 лет я 83 года рождения 2013 году отметил 30 лет юбилей и как-то вот со стороны не видно я по фотографиям стал замечать что как-то у меня знаете плечо деформируется но сначала может какие же реки что-то такое но не придал значение никогда не сталкивался ни с чем в больницах я не частый гость даже зубки тфу-тфу-тфу более-менее ну так вот первая да моя была ошибка я посмотрел на не придал сильного значения прошу год год опухоль пошла расти я стал задумываться что это уже никакие не жировики ничего страшного тут уже не прокатит надо разбираться а дальше я сделал вторую ошибку я в это время жил и работал в санкт-петербурге но не имея регистрации я приезжий человек не имея прописки я думаю что тут уже серьезно что-то начинается у меня по здоровью я решил попросил товарища сделать прописку мне да он конечно не отказался ему маленько никого в курс дела не вводил я его чуть-чуть объегорил сказал что для получения прав у меня отказался это самое сделал временную регистрацию на три года и тут прошло тоже время время это при онкологии главный фактор главный фактор а время прошло где-то месяца так приблизительно 2 пока мы там с ним все документы пока то все подготовились выбрали выходные сделали дальше после того как все готово было я спокойно пошел поликлинику предварительно подумал кому же мне записаться наверно хирургия записался к хирургу ну как записался пришел в поликлинику на у по улице есенина моя поликлиника была прикреплена номер 99 и кстати вот по регистрации моя вторая ошибка в данный момент не надо регистрации поле сделается привязка к поликлинике и вам ни в чем ни в каких услугах не откажет если у вас есть привязка к конкретной поликлинике я был мало усведомлен еще раз говорю я в больницах был не частый гость отвлекся возвращаюсь пришел в поликлинику кому думаю ну к хирургу его запишите пожалуйста хирургу меня спрашивают вопросы а года проконсультироваться пошла наша бюрократия пришел я вы в феврале феврале 2014 года начале февраля ну и соответственно талончики только есть свободное место в конец февраля в конце февраля я попал к хирургу сергей васильевич не помню как фамилия хороший хирург он посмотрел на меня сразу же мгновенно рентген кабинет работал он меня отправил на рентген кабинет сделали мне два снимка написали заключение на прием я уже не попал попал в другое другое время то же самое бюрократия пришлось ждать также номерки попал к нему на прием он посмотрел ну я думаю что там почем быть описание это просто там же нет вот конкретно что-то описание снимка он дал мне уже направлению в онкологию онкология больница номер 15 это станция метро удельная она будет в той стороне ну тут как бы уже это сама так онкология онкология конечно я и так можно было догадаться что это онкологическое дал мне направление к районному онкологу к районному онкологу поликлинику номер 15 подсказочки маленькие все таки забываться иногда что у нас там было сейчас вспоминаем это было уже где-то февраль февраль до февраль уже подходил концу соответственно я еще работал выбрал свои выходные у меня благо был хороший график три через три не надо было не отпрашиваться ничего но я так и подстраивался выбрал свои выходные приехал поликлинику номер 15 записался к онкологу ну дал направление записали к онкологу и на прием я попал только-только-только в марте или в конце февраля я вот уже не вспомнил попал я до я наталья иннокентиевна хороший специалист человек так ну человечный врач по-человечески отнеслась сразу все объяснила что почем рассказала там был был диагноз подозри поставила диагноз подозрение на саркому она ставит подозрение районный онколог стоит подозрение потому что не подтвержденный диагноз подтверждается после гистологии с подозрением на саркому она меня отправила в онкологии в песочную песочном 3 онкоцентра она меня отправила в онкологию городскую которая закреплена за севером города в онкологию я попал уже дать вспоминаю в конце марта конце марта я попал он колоде большой большое такое здание хорошего удобно все сделано все спроектировано есть терминалы регистратуре по моему за три четыре около семи окон но они не всегда все работают но 5 всегда стабильно народа очень много проходит сразу забегу вперед иногда вечером брал талончик там я мог быть какой-нибудь повторно взять карточку 400 400 какой-нибудь уже там надо то есть народа там очень много попал также взял приехал это самое взял первичный талончик подождал вызвали все документы отдал отдал меня закрепили за врачом это был богоманов евгений сергеевич где-то то же самое записали прием все это не быстро все это две-три недели между подходе записываться народа действительно много помогают многие две-три недели проходит где-то недели через две через три я попал на прием ну соответственно что там справлю кровь выписал анализы все вот эти сдать на вич-инфекцию что почем и дал мне дату положил меня в отделение опухолей кости и кожи и мягких тканей 7 этаж для братья гистологии хотя гистологии можно было и так взять но это называется надо денежки с полиса скачать принципе ничего страшного такого нет и ничего тоже обидного в этом нету положили меня на неделю я так вот целую недельку пролежал меня взяли гистологию выписали через две недели за ответом ладно вензели проходит я на прием к евгению сергеевичу за ответом опачки ответ доброкачественная ткань что значит доброкачественную просто злокачественную ткань иголкой не попали ладно тут такой вопрос ну я говорю что опять ложится он нет нет это сама сейчас эту пробу сами возьмем сами это как получается он уходит в отпуск и просит своего коллегу это михаил сергеевич аксионов он мною потом очень много занимался хороший человек хороший врач хороший специалист и просит его отгод я в отпуск ухожу позанимайся с ним все я перевожусь негласно без всяких документов за мной наблюдают михаил сергеевич берет пробу назначает этом но тоже дня три-четыре проходит выбираем день я приезжаю он берет гистологию с плеча у меня все это дело хондросархома на плече было но тогда было еще подозрение на саркому отличие саркома протезируется хондросархома режется запасом мягких тканей ампутация взял гистологию минутное дело обезболивающе в колу обработал спиртом дел гистологию оделся ушел все также через две недели гистолога вам передал также через две недели за ответом прихожу тоже самое опять доброкачественная ткань не попали дубль 3 делаем и дубль 3 также на дня через четыре все это все это время время как бы при онкологии оперативность это очень много влияет все это потихонечку время проходит дубль 3 при каждой при каждом заборе биопсии присутствует помощница помощник помощница но присутствует и тут михаил сергеевич берет он наверно максимальную до максимально иголку длины и начинает брать гистологию медсестра так маленько не понятно что вы делать ночи она ему опять что вы делать а он мне тоже иголку воткнул в руку ну и так как пистолет щелкает отбивает эти кусочки ткани зацепляет он ей беру гистология она так она ничего не отвечает но такого маленького напряжёнка на непонятках он то знает что делать он ей до информирует дважды брали не получилось вот он взял с двух мест это самая биопсию образцы тоже самое минутное дело наделся все сказал когда через две недели за образцами за ответом извиняюсь через две недели попадая на прием на там медвенди там плюс мои еще рабочие дни были попадая на прием михаил сергеевич глядя такое дело а нет даже не так попал он мне позвонил горит приятели тут надо обсудить на телев по телефону мне позвонил я приехал он гипно сергей такое дело нам поставили наши гистологи диагноз хондро сархома мне объяснил чем отличаться сархом и сразу же сказал что только ампутация только ампутация причем по рентген снимку я у него вклею видеоредактором видео по рентген снимку видно было что у меня поражена ключица и задета лопатка но на рентгене лопатка не видно было при последующих рентгенах она уже детально показала он сразу сказал это самое тогда сказал просто ампутация руки забегу вперед мне отрезали ключицу и вытащили лопатку с меня но я объяснил такое дело чтобы гистологи не ошиблись наши все таки что могут но засомневались маленько люди давай-ка ты лет в институт петрова мы тебе дадим направление заберешь эти коробочки с образцами гистологии и перепроверишься там так сейчас попробую поспоминать вспоминать вспоминать когда же я попал это уже на капреле было дело да это был дел даже не капреле это дело было уже к маю в мае я попал в институт имени петрова товарищ петров у нас основатель онкологии в советское время в честь его назван институт специалисты там все но мне он не понравился в нем у меня отрицательные отзывы начнем с чего начнем с чего приходишь регистратуру там тоже самое с направлением дали направление там сразу же подписываешь подписываешь что все платно но кроме приемов посещений приемов посещения они бесплатно но за все ты платишь расценочки не кислые ну что же записали меня за профессором щукина на отчество не помню наверное неплохой сразу забегу что я к нему так я его так ни разу и не увидел но мы прием был получилось вот так сейчас расскажу потом с направлением гистологии меня отправили там проходишь поликлинику и куда-то туда назад 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 и там есть у них как она правильно называется ну в общем там сидят гистологи гистолог у меня правильно подсказочка сейчас вспоминаю а не помню так ладно сразу у в институте не в институте в онкологии он как центре в песочном что за городском не поставили g2 то есть вторая стадия когда пересмотрели в петрова мне поставили g1 первая стадия ну принципе я не знаю тут это придираться не придираться ничего такого вообще критичного нету стадия на и больше 1 меньше мою именно в моем случае ну что записался я прием пришел там гистолог соответственно там все профессора какие звали то алексеева кистолог фамилия алексеева а вот имя отчество я уже не помню такая тетенька лет под 50 принципе общительная ну что сдал я эти образцы соответственно пошел расход моей зарплаты что-то мне за пересмотр обошлось тысячи три с половиной а сколько там взять ее сама я уже не помню я заплатил первый раз тысячи три с половиной она мне пересмотрела потом я и тут же пошел но я называю все своими словами развод на деньги зачем а гистологу спрашивается но если ты гистолог она мне это надо заключение мрт я зачем мне надо посмотреть что там определиться его ну ладно сколько это стоит ну не спрашивала сколько стоит я понимаю что это дорого для меня деньги и деньги их надо зарабатывать тратиться на нелегко ну что ж ладно думаю это самое пошел записался в этом онкоцентре мне вышла эта процедура мрт 7000 7000 с подсветкой с подсветками сделали 7000 процедура мне мрт не очень нравится я человек полненький 80 с лишним килограмм при моем росте великом метр шестьдесят три то есть я там помещаюсь но образно говоря где-то вот так вот ладошка проходила она камера небольшая процедура занимает минут двадцать минут двадцать все это жужжит все так гудит все петь можно ну за такие деньги пришлось терпеть я к чему это говорю если у вас будут направлять на мрт тоже самое компьютерную томографию потому что второй раз я уже делал компьютерную томографию с подсветкой и обошлась она мне уже через два года в 5000 с подсветкой без подсветки в 3000 забежал перед сделали мне мрт записали на диск я с этим диском там отправили пару специалистов попал на прием записался к щукина мне гистолог алексеева тоже рассказывала как бы мне говорили что в песочном за городской поликлиникой которая закреплена за городом не говорили что не протезируется ничего почему-то мне гистолог алексеева не помню какие по имени почему-то она говорила что вот какому-то тракторист работают песочном при таком же диагности поставили титановой кости ну так на скидку я могу сказать такие операции точно в 300 проходят ладно дальше принципе человек но в принципе даже если нету кого-то если ты человек работоспособны берешь в банке суду делаешь операцию год больничного потом приступаешь и рассчитываешь это можно но не в моем случае дальше я попал щукину и там самого профессора не было он был на операции и там принимал ассистент его кстати лайкать ассистенту он все по чесноку сказал ну чё так осмотрел руку помял после вот это уже время у меня подходило когда мне руку после начинается более но уже время вообще физической боли подходила она уже опухоль была такая немаленькая где-то сантиметров 15-20 до хондросахома небольшие забыл сказать это самое и мы с ним поговорили ну что как протезирование что вырезать он как бы можно будет но смотри у тебя все сосуды оплетела у тебя потом просто лет рука не имеют и также ампутацию сделал ему спасибо за честность не помню ни фамилию ассистента не имя отчество спасибо ему за честность он честно сказал я вообще реалист привык смотреть правду в глаза все диагноз у меня подтвержден это самое я сходил забрал коробочки в которой гистология мне их надо было вернуть онкологический центр песочном и что и дальше но это самое а я пришел возвращать эти коробочки как-то ну так спонтанно побежал все делаю быстро быстро оперативненько возвращать эти коробочки тут пошла путаница взяла гистолог гистолог как же его зовут все забываю алексеева фамилии так вспоминаю она взяла номера коробочек она перезаливала их и взяла от нового номера присвоила и никакую бумагу к этому не приложила я прибегаю в онкоцентр городской а мне раз мы не берем номера не соответствуют я обратно к алексееву игру что за дела вы мне чё подсунули она нет но я тебе все то же самое кстати за перезаливку они брали тысячи рублей но я им ее не отдал не знаю не спрошу не отдал в общем она написала бумагу что делала перезаливка даже нет она не писала на просвет объясните что дело перезаливку как-то мне говорю не принимают на ней не ничего ничего примут примут ну так давай давай в общем давай давай ушел меня супруга возит на машине у меня нет прав но как бы такое дело то я уже не пошел учиться что у меня такое дело деньги не лишние я не пошел учиться на права семья есть машина меня возит супруга я так еду и думаю но вот сейчас я приду сдам эту гистологию попаду на прием дальше проведут удачную операцию а что будет мне 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 31 32 года у меня жена сиротушка сын молодчина помощник горжусь не у каждого такой ребенок талант и нету своего жилья нет своего жилья остался мне по наследству дома дедушки в деревне на вологодской области но там нет никакой работы и школу закрывают потихоньку так по классу класса 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 осталось только начальная ну что посидел я так еще машине было на ленту поехали домой это самое едем домой я в машине так подумал надо наверное я работоспособный человек еще на тот момент в принципе рука ограничения у меня было только по подъему где-то вот на таком высоте уже дальше было не поднять посидел подумал не совещаясь с супругой не совещаясь я дал свое заключение я гуляно так и так я работаю до какого состояния до ипотеки раз либо до состояния метастаз как я определяю состояние метастаз повышенная температура продолжительность больше двух-трех недель тогда значит состояние метастаз я усиленно приступил к работе подработки благо были это самое подработки все работал хорошо мне маленько подвел крым наш с присоединением крыма нашего по обрезалась и зарплата и пока вы пришлось побольше но сразу забегу вперед я работал на сертово зовут называться мир упаковки это большая компания не в ней входит много компаний таких они небольшие по штату человек на такие очень весом и хорошие работы хорошие рабочие места и сразу забегу вперед с благодарностью этой компании всем акционерам и всем кто принимал участие мне на дембель выплатили 500 тысяч рублей ипотеку я потом получил потеку я получил оформление ипотеки зарплата неофициально несколько раз отказывали я хотел брать сначала комнату в санкт-петербурге нет не получилось потом рассмотрели ну что делать обувь я вот когда-то в пикалеве работал дара в том самом пикалеве где перекрывали дорогу только я работал до этого проанализировали ценники ценники относительно небольшие очень такие практичные ценники за 770 мы взяли двушку ипотеку на 35 лет с первоначальным взносом 300 тысяч спокойненько высчитывался спокойненько расплачивался но время уже подходит у меня на работе коллега мы работали две смены я в одной смене бригадиром он другой смене бригадиром его потом поставили начальником но как бы на работе небольшой круг людей коллег друзей я держал в курсе большой не держал потому что мы все таки сонкологии и пальцем и жалость это кому надо нет не надо нет не надо мне жалость вот мы с ним обговорили надо поговорить с начальством это самое может были денежки помогут что там больничный закрытие то сио в результате дмитрий геннадьевич мой начальник почет и уважение ему большая благодарность он с моим начальником с непосредственным руководителем роману и горячим обговорил это дело ну и вот как я уже ранее указал мне на дембель выплатили хорошую сумму денег я и сразу попросил ипотеку спасибо всем кто принимал в этом участие дальше дело такое шло ну что ипотека взята ипотека взята даже если бы я ее не погасил потерял работы страховка сразу говорю там указана онкология это бы все пробило страховка ничего не гасила на страховку пришлось платить и не заполняли все равно платеж бы у меня супруга потянула я вот так уже приняли решение я говорю ну чё я наберу надо мне восстановляться в онкоцентре песочном надо все-таки с этим вопросом закрывать этот вопрос я так посчитал посчитал приблизительно что почем где и как ну думаю в марте обращусь у меня ребенок там учится но и как раз там в апреле меня прооперируют в марте я выпишусь и мы всей семьей уезжаем уже все чтобы не снимать лишнюю кварплату не платить нет я маленечко не рассчитал забегу вперед меня я обратился в марте а то ли ка в июне меня прооперировали не рассчитал я по своему незнанию по своему незнанию так я тоже самое возобновился пришел я объяснил грунту берег меня два года не было в принципе это никому не важно что меня не было посмотрел идет ваш врач уволился давайте горит я думаю кому меня к миллеру артур владимирович молодой врач молодой специалист мне понравилось ведет приемы очень корректные приемы вел так мне понравилось это самое как он ведет прием все чёточка все он мне максимально пробил за счет полюса либо квот поехали что мы первое дело я попал к нему на прием на прием он так еще практиковал сейчас на на не практикует многие люди не понимают отвлекусь маленечко отойду от темы многие люди не понимают у кого-то знаете родинка у кого там легкий пустяк и арту владимировича была хорошая практика он практиковал в живую очередь то есть не по талончикам а по живой очереди да люди там возмущаются мне по ходу дела пошли жаловаться что вот меня талончик а тут приходится тут живая какая-то очередь что за такое наведите порядок а очень удобно желаю учить я пришел так и по талончику были вот у меня время люди да тут вот типа вот так вот живая ну живая жила сил-сел сижу жду все у меня выходной и сижу в дуне не на работу мне никуда торопиться не на серьги подождал очереди своей попал картой владимировиче на прием он все меня осмотрел все записал дал направлении в рентген-кабинет, он говорит, работает, а это все было вечером. Я в рентген-кабинет, мне сделали рентгены, причем рентгены сделали обеих рук и грудной клетки, и так меня, и так просветили. Все записали на диск, ну и сразу говорит, так же, вот преимущество порядка живой очереди. Так бы мне надо было записаться и только через две недели попасть. Сразу же в порядке живой очереди занял время, занял, вот занял очередь. Попал Картор Владимирович, он работает до семи, попал я еще до семи, там последним, предпоследним образным человеком вот так. Все, он посмотрел, дальнейшие наши действия пошли. Он написал, много тебе, говорит, надо сдавать процедуру глотания кишки, как она не... гастроскопия. Правильно. Я, о господи, а я тошнотик, у меня ротный рефлекс, я к стоматологу-то хожу. Ха-ха-ха. Ну, что делать? Надо-надо. Говорит, иначе гистологи не примут тебя. не гистологи. ой, кто у нас наркоз-то забыл? Кто у нас наркоз-то выписывает? Не помню. ну, в общем, не важно. Не пропустят. Без гистологии. Ой, это гистология. Без гастроскопии меня к операции не допустят. Также мне, Артур Владимирович, все бумажки, все анализы за счет полюса сделал. И тогда приходится подождать недельку-две гастроскопию. 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 Так, сейчас вспоминаю, что у меня. Кровь. И что-то еще я уже тоже не могу вспомнить. Наверное, кровь, гастроскопию. Гастроскопию мне сделали. Процедура не очень. И тут у меня первый форс-мажор. Опачки. Называется. Маленечко отвлекусь. Все-таки шхондросархома я не обсуждал такой процесс, как физические боли. Давайте обсудим. Физические боли, они ух, 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 ух. Вот я боли натерпел. Да я такой болище никогда не терпел. Причем я эту болище терпел, ну, начиная образно. Да, два года. Два года. Поначалу так. Вот еще это самое. Ну, как поначалу. Ну, как сказать так. В общем, максимальная максимальная боль, максимально бессонное состояние у меня было девять ночей за подряд я не спал. То есть, что-то значит не спал. Я вырубался минут на 15 уже просто обестили. Девять ночей за подряд. Девять ночей я не спал. И из них я четыре рабочих смены работал. Нигде, никогда, ни слова, ни по слову, нигде не подавал вида. Ограничения у меня уже на левую руку под конец операции были большие. Где-то я ее только поднимал до такого состояния. Благо, это работа, я вам говорил, что все производство развитое. Везде кран-балки, гайковерты. Моя профессия слесарь, инструментальщик. Я был ведущим специалистом. Был, ну, и есть. На одну руку. Так что, с работой я вполне справлялся. Поставленная цель решения ипотечного вопроса, она была выполнена. Боль. Так вот. Боль. Чем же я ее гасил? А гасил я ее обычным аскофеном. Иногда помогал. Иногда нет. Ну так. Пил валерьянку. Валерьянка тоже в сочетании с аскофеном. Неплохо. Все-таки, что это самое. Никогда я никогда не паниковал. А, один день. Один день, паниковал. Никогда я не паниковал. Считаю, паника главный враг всему. Всему, что есть паника. Это враждебно настроено. Никогда я не паниковал. А вот аскофен, да, принимал. И как раз аскофеном-то я за два года сжег себе желудок. Сжеги у меня и раньше были. Ну, тут ничего не поделаешь. Они дали заключение. Я говорю, Каперану объяснил там. Девушка, которая делала эту процедуру. Она говорит, нет, говорит, вас не пропустят. Я говорю, что делать? говорит, выпишет средство специально. Он говорит, к терапевту попадите. Выпишет средство. Лечима. Недели две. Ну, что ж, я попадаю опять в карту Владимира. Что смотрит такой? Да, не катит. Я говорю, что делать? Он говорит, сейчас я вам направление дам к терапевту. Терапевт, который находится при больнице. Удобно, удобно. Терапевт Людмила Алексеевна. Воспоминать фамилию, воспоминать фамилию. Масютина. Масютина. Я попал. Тетенька такая хорошая. А знаете, я вот пока вот у меня вся эта раковая ситуация была, мне только врачи не понравились в онкоцентре имени Петрова. Да, в институте. Вот у меня только там вот негатив остался и все. А везде такие врачи попадались очень такие хорошие. Ну, что ж, она мне выписала три вида таблеток. Одна говорит, дорогие. Это да, вот это вот мои две траты, вот эти таблетки, вот эти таблетки. За все время мои траты были в институте имени Петрова. И вот лечение вот этих курс таблеток, мне выписали там одной таблеточки в районе трех тысяч было. Она сразу сказала, аналоги нещительные, они хорошие. И я сдавал компьютерную томограмму. Да, компьютерную томограмму, она мне обошлась пять тысяч рублей. Это Артур Владимирович попросил для операции, ну, чтобы посмотреть, что вообще там есть, нужна компьютерная томограмма. И все мои затраты. В принципе, это для рабочего, тем более человек, это не так и много. Ну, что ж, попала к Людмиле Александровне на прием. Она мне выписала лекарства, а вот лекарства я уже не могу вспомнить, какие. Не помню. И, кстати, давайте про лекарства, давайте про народную медицину сразу расскажу все равно все читают так же, все смотрят, все так же хотят попробовать народную медицину. Чага. Чага это хорошо, но в случае хондросархома никакие народные медицины, ни медитация, ничего, ничего. Если вас говорят, вот, сейчас все сделаем, ну, тут надо на ленечка, нет, не надо верить этому. пробовал я так же чередовую, ну, чагу я вообще сам по себе заготавливаю всегда, я люблю чагу пить, чагу пил, соду, соду пил, и все. Чага, сода, поверьте, все это, что, какие-то волшебства, это все шутки, наверное, шутки ради денег, и все. Но никакая сода мне не помогла, ну, ничего, ну, полезно вообще, наверное, для организма щелочью почистить организм, но в пределах разумного, не надо фанатеть. Что ж, это отлетись про народную медицину. И сразу забегу про такой момент, там был институт по полису, то он принимает, но все лекарства нужна была официальная прописка. Так вот, знаете, как я сделал? Я ее просто купил, так называемую узбечью прописку, и где-то в центре всегда входишь, так смотришь, так они сейчас не так уже активно. Ну, в общем, можно найти в центре. Обошлась она мне вместе с ребенком. Я ребенка устроил в школу по этой прописке, не стал ждать, сделал эту узбечью прописку, причем сделал, проговорил сначала с хозяином, где снимал жилье, он говорит, а зачем, говорит, я тебе буду делать, ты будешь коммуналку платить, сделай ты эту узбечью. Я сделал на этот адрес ребенка в школу, и также она мне пригодилась для, ну, правда, мне никакие лекарства не выписывали. В моем случае только ампутация там лекарства не нужна. Но все равно мало ли кому надо, что в такой же случае, как я, приезжий, то да, воспользуйтесь, пока наша бюрократия взяточная дает момент, пользуйтесь. Так, дальше что? Попал я к Людмиле Александровне, выписывал вот эти лекарства, там три вида было лекарства, одна это жиги, вот одна и хорошая. Я не запомнил, где-то бумажка есть, я, может, найду, пишу название. В видео. Две недельки, говорит, через две недельки, через две недельки, о, вот еще где моя трата, 2,700, я заплатил за гастроскопию, уже как бы мне не давали направление, да и тут бессмысленно, да и я ни одно направление не спрашивал, ни Артуру Владимировичу, все давал, квоты все вот так называемые, кто-то все равно за это все платит. Он мне давал сам. Я в, там же в Песочном записался на, сразу же через две недели, ну, после приема, там на следующий день записался на гастроскопию. Гастроскопию сделали, допустили меня анестезиолог, вот вспомнил, кто подбирает обезболивающие, анестезиолог, анестезиологам дали, ну, уже допустим, а, ну, как допустили, пришел к терапевту, к Людмиле Александровне, она написала, допускаю к операции. Все. Перед самой операцией, перед самой операцией надо было, и до этого, какое же оно сердце-то, процедура такая называется, диагностику сердца сделать. Так вот, представляете, я всегда так спокойно, спокойно, глубокий вдох, глубокий выдох, а тут перед самой операцией надо, волнувку зацепил, заволновался, ну, как-то у меня сердечко, я делаю глубокий вдох, глубокий выдох, ну, не успокоитесь, что-то такое, не знаю, никогда, никакого не страха, ничего, ну, вот что-то вот сердечко, в общем, ритмию нашли, несколько раз меня на другой стенд, на другом аппарате проверили, ритмию, так, а я вот, вам, кому-нибудь пригодится, никогда не выкидывайте вот эти, все бумажки, шкалах вот этих, о диагностике сердца, во-первых, в моем случае, после ампутации, мне уже некуда крепить, вот это прищепочку, и для прохождения, я просто показал старые, вот эти вот, с ритмией, прошло, так что, берегите, ну, я думал, раз перед операцией надо новую делать, я эту бумажечку, она бы спокойненько выбросил, вот, с ритмией меня пропустили, посмотрели, посмотрели предыдущие записи, претензий не было, что такое, я сам даже не понял, как я взволновался, дело у нас, что уже, к июню подходит, к июню, еще конец мая, уже начало июня, да, к июню пришло, обговорил, на рабочем месте, с начальником, приняли решение, что я уволюсь, ну, чтобы им проверки не приходило, все-таки, любая онкология, потом приходят проверки, а сейчас наши, знаете, проверки, как выглядят, дорого они выглядят, ну, для меня точно дорого, ладно, я уволился, и меня 4 июня положили, нет, не 4, 9 июня меня положили, давайте не так, Артур Владимирович мне назначил комиссию, там своя приемная комиссия, они все определяют, там собираешься все врачи, пришел по времени, сдаешь карточки, выходит человек, и потом тебя, вот за мной Артур Владимирович выходил, заходим Сергей, я зашел, разбился, посмотрели, все обиссудили, там был, кстати, Михаил Сергеевич Аксионов, там все врачи, зав, заведующим отделением, Егоренко, Виталий Викторович, хороший тоже человек, хороший специалист, это самое, вот они посмотрели, что почем, Артур Владимирович, ну, он за меня все рассказывает, что почем, я просто стою, надо мной наблюдают, спросили, почему, конечно, такой промежуток, два года не появлялся, ну, я объяснил, ипотечный вопрос, то есть все, ну, все люди, все понимают, жить всем охотно, они мне назначают дату, а я тут, понимаете, уволиться не успеваю, я говорю, ну, давайте, перенесем маленечки, перенесли, они спрашивают, почему больничный, зарплаты в конверте, какой больничный, объяснил, но я не стал говорить, что мы договорились, вот так вот, получается, ладно, ложат меня 9 числа, там, какие-то день России, ну, какой-то единый, единороссовский, антинародный праздник, счета такое, какой-то, если какой-то, опять их на этом, единство, и получается, в пятницу, там, вот это я пролежал, потом, ко мне, 13-ое, что ли, 12-ое, а, день в этой конституции, пройти, ну, день в этой, и 13-ого числа ко мне пришел анестезиолог, анестезиолог, подобрали наркоз, ты выбираешь, ну, спрашивают, аллергия, все, вот это ты выбираешь, либо местный, заморозка, либо такой, ну, конечно, такой выбираешь, он, как он, получается, общий наркоз, он все объяснил, что, о чем, сколько там, какие-то, все, рассказал, ну, что, что, почему, себя, раз, и то уснул, и все, что-то там, поспрашивали, что там, похихикали на какой-то ответ, не помню, а, я спросил, пить, говорю, можно, когда, говорю, пить можно, так на меня, посмотрел, похихикал, всякую воду, после операции, да хоть сразу, это самое, все, на следующий день, с утра мне пришла медсестра, и перевязала, эластичный бинт, тебе говорили, что тебе списочек давали на комиссии, что с собой взять, и там был эластичный бинт, две штуки, им всем перематывают, любому оперирующему, родинка, или вот мой случай, всем перематывают ноги, это надо для того, чтобы наркоз, он поступает в вены, и получается излишнее давление, чтобы не выдавил вены, чтобы не было варикоза, эластичным бинтом перематывают, и так ты с этим эластичным бинтом, два дня прохаживаешь, а то и три, ну, мне посмотрели, сняли, дальше, что подождал, приехала каталка, голышом на каталку, накинули, отвезли, привезли в операционную, там человека выкатывают, ему говорят, да, он всего отвечает, ну, как я понял, я такого тоже не помню, то есть, ты все отвечаешь, ты все говоришь, но сознания, вот этого у тебя нету, приехали, там холодно, я, соответственно, промерз, там такая прохладная температура, чтобы не было бактерий, это самое, все врачи, ну, что-то делают операцию, что-то между собой хихикает, кого-то не хватает, кто-то там в туалет убежал, такая теплая обстановка, в холодном месте, это самое дружелюбное, что мне сделали, поставили катетеры, обсудили, как я буду лежать, на каком боку, там, он тут неудобно, он говорит, ладно, я руку буду держать, это самое, до этого меня предупредили, что будет ампутация руки левой, лопатки и части ключицы, это все было поражено, я спокойненько, ну, так спокойненько, сверху-то приборы, да, думаю, посмотрю, сколько у меня сердечко-то стукает, просто, что-то в районе за соточку, думаю, там, наверное, за 120, как-то, ну, холодно, все равно трясет, это, я так спокойненько, вдох, выдох, так спокойненько, так раз, вдох, выдох, так сотри, 90, так, и только так, трясет, холодно, так сотри, да и ладно, в общем, мне эту масочку, сейчас подышите, ну, и, соответственно, вырубился, все, очнулся в реанимации, очнулся у меня тут медсестра, Катя ее зовут, хорошо, девушка, еще раз говорю, плохие мне там врачи, о которых негативное, что-то мне не попадались, она мне катетеры вставляет, вот такая раз, дайте-ка я, говорит, в эту руку, оп, одеяло поднимает, да нет руки-то, по катетерам забежем, забежим сразу, по катетерам, было ставлено, я, в общем, думал, я боли натерплюсь, нет, так грамотно все, красиво сделали, мне так все понравилось, я боли ни разу не почувствовал, я ни разу боли не почувствовал, мне был даже катетер ставлен в спину, в костную туда ткань, чтобы сразу попадала в кость обезболивающая, вот обезболивающая, мне было сильное, где-то здесь записано, не могу вспомнить, какое обезболивающее, травидул, как-то вот так, там, в общем, потом кололи обезболивающие, оно послабле, и была капельница, так вот, я не могу где вспомнить, какое где, ух, так, ну, что ж, а вот у меня здесь и не записано, ну, ладно, это самое, отвлекся, вот мне вяжут эти катетеры, Катя делает, я думаю, ну, так проснулся, все нормально, врач пришел, а, нет, врача еще не было, я думаю, да и посмотрю, что хоть у меня с этой стороны, а я вообще не подготовился, не прочитал про фантомные боли, для меня было, это удивление, когда я их обнаружил, я так только в эту сторону посмотрел, соответственно, мой мозг про, фильтровал информацию, получившуюся от моих глаз, а руки-то нету, как он мне выдал фантомную боль, такую еще слабенькую, ну, честное слово, как будто от руконавности, только ее не садят, и ты ее не можешь пошевелить, как я перед операцией ее положил, левую часть вот так вот себе на грудь, так она и в этот момент, в настоящее время, так она у меня и остается, ничем пошевелить не могу, ну, вот так вот, чуть-чуть, тремя пальчиками и все, нет, еще и нижнюю тоже могу, но чуть-чуть, но если я этого делаю, фантом увеличивается, ладно, с тех пор у меня начались фантомы, ну, там врач пришел, спросил дежурный по реанимации, что, о чем реанимация, я сутки провел, это я очнулся где-то часа, во сколько же, меня в 11 увезли, часа в 4 вечера, я очнулся, реанимация уже, что там врач спросил, объяснил мне про фантомные боли, и дальше, ну, говорит, спите, спите, я пытался заснуть, но у меня дедушка в палате был, там две койки было, там рассчитано на 4, такой старый пеканой, такой-то шевекать, а тут дедушка, говорю, зовет, она уж приходит, а он по всяким, по таким капризам зовет, каждый раз, такой дед капризный, в общем, этот дед поспать мне не дал, потом сам как храп удал, там это самое, медсестры даже проходили, там смена у них была, тихо-тихо, дед спит, спит, пусть не мешайте ему, пусть спит, дед всех задергал, ну, соответственно, сутки я тоже не спал, единственное было такое, ну, привели, подключили все это дело, и у тебя автоматически, как автоматически, у тебя поднимается давление, температура, этот агрегат, который за тобой следит, он начинает сдавать звуковой сигнал, прибегает медсестра, что-то подкручивает, что-то делает, накрыли меня еще одним одеялом, дальше это все часа через два все стабилизировалось, пришло в норму, и мне жарко стало, а я же не знал, что я двумя-то одеялами накрыто, там еще какая-то такая салфеточка, для тепла как раз, и вот единственный такой вот неприятный момент, когда ты потеешь у тебя, ты лежишь на спине, у тебя затекают под глаза, и так начинают щипать, мне пришлось тоже, как вот к призному дедушке, два раза медсестры вызывать, чтобы они меня протирали, подают пить, дается такой специальный, вот такой маленький-маленький чайничек, такой удобный, тебе дают пить, гол-гол, все удобно, тебе подключен катетер в мочевой пузырь, то есть за туалет, ты даже не чувствуешь этого, то прошла ночь, утром, не знаю сколько времени, где-то, наверное, часов шесть, с тебя снимает одеяло, тебя всего протирают влажной тряпкой, вытирают сухой тряпкой, ну, тут смоченной водой, тебя моют, тебя моют всего, это самое, накрывают, так же лежишь, и утром проходит обход, в обходе участвуют, ну, наверное, как вот сказать, о, у меня выключится сейчас камера, на, остановились, ну, давайте, практика закончим и дальше, в обходе, ну, так, по местному, так скажем, по военному генералы, Михаил Сергеевич был, а, Михаил Сергеевич, мне, ампутация-то делал, я вам забыл сказать, его назначили, он грамотно все сделал, красиво, Михаил Сергеевич был, его похвалил, но посмотрели, ты где делал, да, похвалили его, похвалили, грамотно все красиво сделано, обход закончился, и потом за мной, наверное, часов, так, где-то после обеда, кормить не кормили, где-то, да, какое после обеда, часов, наверное, в 10, за мной приехали на каталке, увезли в палату, ну, ладно, продолжим после того, как, ну, что, привезли меня в палату, время я уже не помню, сколько было, было до обеда, по-моему, что касается, забыл, одного врача, упомянуть, это, Мажит Магомедович, Ибрагимов, он нами занимался, это молодой специалист, он нами в палате занимался, двоими, и получаются всякие, ну, такие вопросы, как, до операционной, там, бумажку отнеси, бумажку принеси, что-то согласовать, это все он занимался, очень хороший человек, нам понравился, как он работал, что-то можно через него спросить, безотказный, все, это самый приветливый, и маленечко, так вот, кратко еще напомню, какая ситуация, до операции, мною занимался, Артур Владимирович Миллер, на комиссии, меня передали, Кутковичу, Андрею Владимировичу, но все вопросы, курировал, Мажит Магомедович, а саму операцию, проводил Михаил Сергеевич, Аксиона, и, также, Михаил Сергеевич, тоже, периодично заходил, осматривал все, Мажит Магомедович, перевязки делал, что, ну, в общем, отвлекся чуть-чуть, в палате, обед, обед, неохота, желудок, ну, так, себя накачали, обезболивающими, желудок, так, особо не принимают, и вот, уже проверено, после сильных болезней, вот, хорошо идут, потихонечко, ну, это самое, я еще, и когда, лежал в реанимации, как бы, предупреждали, много не пить, выглядит ротный рефлекс, я пил только по нужде, по чуть-чуть, по глоточкам, попросишь, медсестра подойдет, даст попить, по глоточкам, тут все то же самое, ел по кусочкам бананы, яблоки, потихонько, чтобы нагрузки на желудок не было, ну, потому, 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 что, все таки, в лежачем, еще положении лежишь, тяжеловато, на второй день, к вечеру сняли с меня, эластичные бинты, с ног, на следующий день, встал потихонько, при помощи, у меня приехала супруга, она ночевала рядышком со мной, ей выделили каталку, ну, все таки, и привезли меня, у меня потом подпрыгнула температура, за 39, ну, я благополучно мне сделал, леснотворное, благополучно уснул, и всю ночь проспал, с утра я супруга отпустил на работу, с утра встал, и своим ходом, потихонечко, пошел на перевязку, и тут стоит вообще, маленечко, обсудить саму больницу, в центре, в песочном, городскую, вот именно, она настолько вся продумана, каталки кровати, они с множественными регулировками, настенный прожектор, у него идет провод с пультом управления, он у тебя лежит на кровати, ты можешь два света включить, нижний и свет, который вверх будет светить, ей включается кнопкой подсветка пола, то есть никого еще не слепит, все продумано, стеклопакеты стоят, все новое, дальше по коридору палата, у палаты есть тамбур, в тамбуре, по одну сторону идет туалет, по другую сторону стоит душевая кабина, душ, в этом же тамбуре находится раковина, и стоит холодильник, холодильник на две палаты, в холодильник, ну как и везде требуется, там список есть, что нельзя, что можно, и подписывать, то есть далеко ходить не надо, вот я встал на свои ноги, после операции, это тяжеловато шажками, к зеркалу не подходишь, фантом так тебе выдает, только ты себя в зеркало увидишь, фантом очень сильно обостряется, это очень напрягает на самом деле, к нему надо привычка, и десятилетняя привычка, он долго не проходит, дальше, везде по коридору, по коридору, везде сделаны боковые поручни, чтобы держаться, вот этот момент ты заценил, так же они и на двери, не могу вспомнить, на дверях они есть, нету, но двери все равно открыты, ты их обходишь, но есть коридоры, с которой стороны, на длинном расстоянии, нету дверей, очень удобно, передвигаешься, потихонечко, идешь небольшими шагами, аккуратненько, и придерживаешься за эти поручни, вот этот момент, продумана больница, очень хорошо, перевязка, посмотрели, дальше, что там у меня еще такого было, а потом наблюдение, через, когда с меня катетеры сняли, перед походом на перевязку, сняли все катетеры, все катетеры, остался один катетер в руке, через него делали, очень такую интересную штуку, не указал, теперь в самой современной медицине, используется дренажная система, стока крови, подвешиваться к тебе дренаж, дренаж я уже не помню, но я, у меня было записано, сейчас не под рукой, дренаж, в общем у меня, ну, первый день, наверное, 50 миллиграмм, а потом все так убавлялось, убавлялось, и относительно быстро дренаж с меня сняли, относительно быстро, утром дренаж сливают, ты запоминаешь, говоришь, сколько вечером дренаж сливают, утром была какая-то процедура, какой-то укол делали, и вечером уже делали обезболивающее, но не травмидол это посильнее, а какой второй, если я найду где-то, я видео напишу, делали обезболивающее, по желанию можно было получить снотворное, в принципе я спрашивал, потому что с фантомной боли, заснуть это очень тяжело, и, так, все без осложнений, все без осложнений, хотя предупреждали, что может загноиться, хорошо и всякое, это бывает, но что ж, все без осложнений, и получается, 23 числа меня уже выписали, дали мне выписной лист, я сразу уже, зная нашу бюрократию, попросил выписной лист, в нескольких экземплярах, зашел внизу, там специальный кабинет, поставили печати, 23 числа выписали, а швы надо было снимать, дни еще через 10-20, ну, такое вот какое-то, по месту жительства уже, в своей поликлинике, по месту жительства, все, после того, как после операции, то же самое, руку взяли на изучение, гистологи, и там уже давалось заключение, в общем, заключение, что у нас, заключение, P маленькая, английская, T большая, 2 стадия, вторая стадия, NO, N это, если я могу ошибаться, не силен в этом, N это, лимфоузлы, О, это количество лимфоузлов, или не так, ну, в общем, у меня, нет, наоборот, наверное, 9 лимфоузлов исследовали, в ближайшей полости, обычно, первые метастазы, они поражают легкие, и лимфоузлы, 9 лимфоузлов, и, во всех 9, нет метастаза, вот, так вот получается, ну, что тут можно добавить, я с высокой благодарностью, и с хорошим, позитивным настроением, вышел оттуда, поликлиника, песочная, если ее, как же, ну, она у него очень большое, если по буквам, это, ГБУЗСПБКНПЦСВМП, вот так вот она, вот так вот она официально называется, а сейчас, может, у меня где-то есть, как ее, все буквы расшифровать, Санкт-Петербургский клинический, научно-практический центр специальных видов медицинской помощи, онкологический, большая благодарность, онкологическому центру, ну, соответственно, надо понимать, что благодарность, как выражается, как и простым рабочим, даже вот, персонал уборочного, персонал, который работает в поварской отрасли, уборщицы, очень все чисто, хорошо убираются, труд тоже надо ценить, врачи, все везде приветливо, все безотказно, но вы, я думаю, немаленькая заслуга в этом, главврача, ему тоже отдельно, наверное, благодарны за такое состояние, это медицина, она мне, ну, так, я доволен остался, очень позитивно, все мне понравилось, очень прекрасно, ну, что ж, на этом, наверное, это видео закончим, я еще сниму второе видео, как все после происходит, после оформления, инвалидность, как вообще жилось, и живется мне, по сей день, ну, что ж, с вами был я, Машнев Сергей, мне 34 года, 2017 год, сейчас ноябрь у нас, что можно добавить, подписывайтесь, задавайте вопросы, я, конечно, и так растянул видео, я понимаю, что очень тяжело длинное видео рассмотреть, но хотел рассказать все более-менее подробно, и все вот эти вот нюансы, мои ошибки, что-то не рассказал, что-то непонятно, спрашивайте, я отвечу обязательно, потому что, ну, в онкологии есть онкология, такое дело, ну, и, как бы, мой принцип, не паниковать, все спокойно, реалистично, до свидания, и всего вам хорошего, а главное, здоровья.